нельзя просто так взять и стрибить поэ всем привет дорогие друзья с вами марс сегодня мы поиграем с вами в path of exile я малеха залип а подписчикам которым было интересно чем я занимаюсь написали мне вконтакте вот собственно чем я занимаюсь я играю в поэ path of exile дорогие друзья это диабло подобная игрушка хотя истинные искренние фанаты пояс скажут мол диабло нервно сосет но это тоже диабло вот также уровни сложности после первого прохождения игры открывается 2 после 2 открывается 3 безжалостный охуеть какой безжалостный карты с различными усложнениями фарном охуеть каких редких предметов и такого 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 бесконечного плюс тут есть лиги как в этом блядстве как диабло в общем есть чем заняться дорогие друзья есть я играю порядка недели наверное вот так что рассказывать об этой замечательной игре я не могу практически ничего вообще потому что она на самом деле бездонная и даже игроки которые залипают уже больше года не могут сказать что они достойно на должном уровне знают что такое по и make it fast ладно я уже нахожусь на втором прохождении фарм прохожу всякое объяснить довольно сложно потому что я толком не знаю чем я занимаюсь но это не соль важно что ж ладно мусор я выкинул меня ждет склеп наверное наверно хули штоки мир акт склеп все поехали в поисках золотой руки по и игрушка на самом деле довольно таки замечательная веселая прикольная и да для тех кто думает что она диабло подобная посмотрите пожалуйста на вот это вот это ветка развития персонажей когда ее впервые увидел я понял что skyforge был довольно маленькой игрой хотя там тоже было атласов доебе не матери но это это сравнимо с тем же skyforge на самом деле если все атласы объединить в один так что глаза у меня не разбежались я не засал вот и ссать не намерен по-прежнему страх и ужас творится местных картах порой в основном нет пока пока не страшно вот второе прохождение я следую умным людям хорошим советом надеюсь что хорошим по крайней мере но пока да пока второе прохождение и пока не сложно так что вот такие дела вот чем я занимаюсь дорогие друзья господа товарищи а блять лабиринт я уже проходил мне сюда не надо надо на поиски золотой руки я я и а и и Я играю за гладиатора дуэлиста, как вы могли заметить. Ну, для тех, кто в курсе, на самом деле, кто это такой. Пойду после лабиринта по ветке димайкера. Не знаю, кто придумал, на самом деле, этот билд. Потому что есть у меня сомнения по поводу авторства этого человека на ютубе. Но, тем не менее. Билд исконно интересен мне тем, что это ближник. Это машина для дорезания всякого. А такое я люблю. Таким персонажем я играл в Диабло. В третьем, разумеется. Про второе и первое Диабло я уже не вспомню. Я там играл много кем. И с полкастерами, и танками. Кем, сука, только меня не носило. Основа этого билда все еще не собрана, на самом деле. Но первый предмет у меня есть. Это перчатки гемофилия. Которые повышают шанс кровотечения, урона по истекающим врагам. Плюс взрыв после их убийства. Чего это, блядь, я поднял такое странное? О, бля. Нихуя себе. Вот это я молодец. Ладно. Открыл так открыл. Уж ничего не поделать. Хелло. Ретерн, если ты должен. На самом деле, это был мисклик. Это не было так задумано. Блядь, куда идти-то? Потеря-потеря вообще. Ненавижу ориентироваться. Точельниками. Вот. Вот вроде мусор. А вроде полезно. Хер его, короче, знает. О, блядь, не дошел. Три метра, блин. Ладно. На, че поделать-то? На самом деле, игрушка, как и Diablo, она поддается кооперативу. Она исконно английская. То есть, пару лет назад появились русские сервера. Ну, не в плане, что они прям русские-русские, а просто шоу-локализация. Вот. И многие перешли на русскоязычное поэ. Многие остались на англоязычном. Сервера-то, по сути, те же. Просто остались сервера, в которых меньше лагает для русской версии. Есть такие, где меньше лагает для английской версии. А боя остается боя. Меня познакомил с этой игрой один мой хороший знакомый, с которым мы еще играли в Skyforge. Игру я в тот момент оценил, я ее запомнил, но залипать в нее не стал. Потому что на тот момент времени у меня на нее не было. А вот сейчас, как бы, за неимением чего-то хорошего, чего-то нормального, и, блядь, поставь тотем, наебал. Зашел, доскачал клиент. И, знаете, вот залип. За пару дней как залипаю. Безвылазно. Прекрасная получилась игрушка. И она затягивает так же, как и Диабло. То есть, после прохождения New Game Plus, как я привык это говорить по меркам Дарка. После New Game Plus 2 игра только начинается, знаете. Вот в этом весь кайф был именно Дарком. Когда можно было проходить несчетное количество раз, и каждый раз ты находился в себя что-то новое. И в этом была вся прелесть. Че такое? Так, давайте-ка прокачаемся. Буду я идти, наверное, к дуальной ветке. Пока что. Итак, в принципе, древо-то... В принципе, древо-то развитие я запомнил. И общие принципы построения билда тоже. Но... По указке идти все-таки не буду. С учетом того, что поинты можно спокойно сбрасывать. Ну как спокойно? Для этого нужна определенная валюта. Но страха в ее потере для переделки билда под себя, как такового нет. Поэтому я и не ссу. Многие сказали бы, что стоило бы. Но я играю для собственного удовольствия, поэтому мне как бы насрать. Довольно тонкий у меня персонаж. Но зато он способен быстро убивать всякое. Да и плюс вот это вот открытие тотема вождя, это просто... Просто золотая жила. Боссы рассыпаются. Дай боже, я себе представляю, как ты играют тотемщики, которые ставят два, три вот таких вот тотема. Въебал и просто бегаешь по кругу. Все убивается за тебя. Приспокойнейшим образом. Где эта золотая хуйня, которая мне нужна? А вот. Ебать, я дошел. Аллилуйя. Как вы видите, даже сейчас тотем справляется превосходным. А представляете, когда их будет штуки три? Ну, персонаж, конечно, под это точиться не будет абсолютно. Вот. Но тотемщика я себе, скорее всего, создам, если буду по-прежнему залипать в боя. Это будет... Как-то, по-прежнему, интересно. Ну, такая вот игра, на самом деле, дорогие друзья. Я даже не знаю, что тут комментировать. Кстати, недавно прочитал коммент под дополнением Far Harbor к Fallout 4. Мол, смотреть скучно. Вот. Я так молчу подолгу. Я такой пересматриваю это видео. Блядь, а что там было комментировать? Дополнение-то говно! Я даже не стал ничего отписывать этому человеку. Человек, если ты смотришь это видео, если ты досмотрел до этого момента, чтобы услышать мой ответ, то именно поэтому я и не стал тебе отвечать. Я не банил его, потому что, в принципе, критика довольно-таки конструктивная. Но, человек, ты думай сначала перед тем, как что-то писать, почему не комментирую. Потому что нехуй там комментировать. Такие дела. Ой, что-то прям бомбануло, наверное. Все, идем сдаваться. Отлично. Превосходный проход. Hello. Говна набрал. Золотого. Че это такое? Пристрельщики имеют на 25%. Мусор. Мусор для лучников. В придачу. Не, ну перчатки гемофилии я ни в коем случае менять уже больше ни на что не буду. Going? Но, тем не менее, то, что выпадает, хороший лут, и лута тут много. Да много его, вплоть до того, что приходится фильтры ставить, хотя я еще не искушен в этом плане. Ты мечтал, тендер. Ах, ты жьет, а мать. Урон от атак. Дальность атаки оружия без оружия. Для снарядов. Повышение скорости регенерации маны. Повышение скорости передвижения. Скорости атаки и сотворения чара. Вот скорость атаки мне импонирует на самом деле. Урон от атак 1,8%. Дальность атаки оружия. Тут регенерация маны, скорости перемещения, ну передвижения, и скорость атаки обычная. Да, этот самоцвет определенно мне подходит больше. И книжку дали. Какая прелесть. Е-е-беньки в рот. Задание выполнено. Прекрасно. Ну че, отправляемся в топ. Потом уже буду какие-то дополнительные задания делать. Ну, если по пути не будет. Я бы не сказал. Я вот на самом деле пробежал игру за... Первое прохождение у меня. Где-то у меня 2-3. Если не больше даже. А, точно. Руины вал. Е-беньки в рот. Там же сейчас этот пылесос будет. О! Прям страх и ужас. Страх и ужас, ребята. Верите, нет? Руины вал. Нахуй это говно. Или, может, пофармить немного. Ну да, наверное, буду... Периодически проходить под фарм. Мне чем понравилась еще эта игра... В том, что тут... Ну, она создалась, по-моему, еще с кикстартером. Это если мне, опять же, память не изменяет. Простите меня. Фанаты. И суть ее была в том, что тут все можно получить игровым путем. Тут даже нету, как таковой, валюты. То есть, как вы видели, как вы можете знать, вернее, в Диабло, сука, надо было камень выложить, есть золото. Тут же основной валюты нету. Тут как бы есть хаос и экзайлы. Это такие... Ну, как вот обычная валюта. Я забыл показать, пардон. У меня там лежало на складе парочка экземпляров. Вот за них и происходит торгование между игроками. Это прелестная вещь, на самом деле. Это говорит лишь о том, что... Отсутствие единой валюты и как бы донатской валюты, насколько я знаю, делает игру более... Как это? Более настроенной на игрока. Вот. Тут за донат можно покупать лишь в внешке. Всякое разное. Еще бы найти эту кнопку магазина. Ну да. Ну вот, например, популярные товары у нас из новинок. Есть жуки, которые таскаются за вами, то есть питомцы. Стая летучих мышей, которые окружают персонажа. Различные внешки. Потом приколюхи для убежища. Это такая отдельная локация, как ваш собственный огород. В внешке вот под броню. Да, это все стоит определенно донатской валюты, но эта валюта уходит на развитие, собственно, проекта. И этим игра подкупает, на самом деле. Похоже, это все на то, как начинался Skyforge. К сожалению, закончился он херово. Вот, потому что поддержка проекта, которая выражалась в покупке наборов, для того, чтобы поддержать проект, поддержать разработчиков, повернулась в то, что игру начали делать во имя обогащения, а не во имя развития проекта. Вот. И тому, как бы, доказательств моря. Не хочется говорить о грустном. Прекрасная была игра, пока ее не похерили. Ну да, без снега. Что-то я потерялся. Меня вообще ни хера не радует, на самом деле. Где я вообще нахожусь? Сер его знает. Но я думаю, это пройдет с опытом прохождения. Скоро я буду ориентироваться в этих коридорах, просто как враты. Ну вот, я пришел. Оливай. Свет потух. Все, самое время уебывать отсюда вам. Через северный лес. О, тут какая хуйня вылазит-то. Приноровилась. Так, может просто пробежать эту всю хуйню, да и... Да и на этом борода. Потому что что-то желание тусоваться. Кстати, ребята, это не очень большое. Нет, я все-таки потусуюсь, конечно, немножко. Во имя лута, не иначе. Не просто потому, что я такой кровожадный. Все во имя лута. Нихера себе. Главное, чтобы тут не было кровоточащих этих блядей. А то кровоточащих блядей убивают меня на раз-два-три. Так, секундочку. Это что за поворот? Без панд. Ой-ой-ой. Полегче там. Чуть не убили. Страх и ужас, честно говоря. Без челя. Вот это то, что мне надо. По-моему, я как раз миновал ту локацию, которую хотел миновать. И отправился прямо туда, куда нужно. Но опыт, опыт, господа. На самом деле это все сказано с сарказмом. Какой тут нахуй опыт? Я даже не помню, как боссы называются местные. Я помню только поэтию, которую я встречала 4 раза или 3. Так это как Азмодан, знаете. Вот тут поэтия как Азмодан. Хотя в сюжет я до сих пор не вникал. Если в Диабло это вселенское зло, то Диагер его знает. Наверное, тоже. Победи вселенское зло и будь вообще молодцом, красавчиком. Так. Наверное. Я не уверен. На самом деле, дорогие друзья. Ну да похуй. 19.40. Даже если я его распознаю, там ничего хорошего. Хотя давайте посмотрим, почему бы и нет. Ну да. Мусор. Где пылесос-то? Я же не ошибся. Пылесос должен быть где-то скоро. Это вот сейчас босс был, наверное. Ну или мини-босс. Ну что-то такое жалкое. Прям аж останавливаться не хочется. Но похоже я куда-то все-таки прискакал. О, прелестно, прелестно. Отправимся в лагерь, продадим всякое, чтобы карман не тянуло. О, потемнело, ебаньки-вот. Нет, не так же, как это жалко. Возьмите, если ты исчезли. Сейчас, подождите. Мы пообщаемся со всеми? Я мечтал это. А то, видимо, блядь, темно и страшно всем. Что случилось? Что случилось? Возьмите область пещеры. но такими словах заняться сам сферы вал это тоже валюта я правда не знаю как называется это по моему их есть хаоса или секундочку глянула им потому что я дилетант в этом деле вот это вот основная валюта хаос вот это хаос сука что то есть из этого короче вот это вот в ходу вот это в ходу вот это в ходу и вот эти вот две приколюхи насколько я знаю основная валюта все таки хаосы есть еще экзайлы как то так это хойня называется ими торгуют на ну между игроками на форумах на торговых площадках это по моему прекрасно как я уже говорил такая вот своего рода направленность в сторону игрока все таки потому что всего можно достичь игровым путем путем задротства проще говоря лютого и неимоверного но можно же ну можно же ёбанки в рот все отправляемся без черы без черы в поиске пылесоса в поиске пылесоса страх и ужас вообще чё происходит камеры смешные сука ну это наверняка тоже естественно не можешь вот просто вот так вот взять и повезти кстати знаете по ощущениям пещеры с каждым прохождением генерируется случайным образом то есть пещеры локации они по сути те же самые но коридоры другие не знаю как это объяснить но как-то так но это опять же по ощущениям я могу и ошибаться свитки портала еще не видел конечно людей которые торгуются за свитки но я уверен подобное должно просто существовать что это тупик а вот ну зато я хоть лестницу нашел ну не то что я ее прям нашел я просто знаю в какую сторону идти теперь натворяй калитку это прекрасное место как вы видите волшебное блять место древняя пирамида ага то есть у меня еще впереди пара таких пролетов ну по крайней мере тут должна быть закономерность расположения этих блядских лестниц так ночь с пути не хочу я тут зацикливаться на этом на этом все о бля куда то я пришел откуда это я пришел первый раз вижу это место это вот кстати еще еще один плюс поэ потому что тут ты не просто каждый раз находишь что-то новое тут каждый раз реально что-то новое так и еще один пролет если мне конечно не изменяет память остался остался по логике да по логике он где то здесь должен быть быть еще один еще один хер его знает этот по идее где то тут нет нет а вот доброе утро мать твою открывай сейчас вылезет это хуета сражение будет сражение будет просто безжалостным сейчас вы увидите эту хуйню этот просто убийца всего сущего мать его мать его да давай еще пятерочку активируем чтоб две ауры было да чтоб побыстрее его захуярить доброе утро пылесос здравствуй жопа новый год ох ты ёк твою мать а я и забыл что ты так умеешь еще лучше н а а а а а а а а вот как бы бежала с нами двость закончилась Если бы я не забыл, что ты умеешь еще лучами своими плеваться, блять Было бы куда получше Такие вот дела, господа Собственно, меня кличут дела На самом деле, я хотел вам показать, чем я занимаюсь Я хотел показать тем, кто еще не в курсе, что существует такая замечательная игра Как ПОЭ Вот, я ее показал И, да, повторюсь Нельзя просто так взять и стримить ПОЭ Поэтому я сделал обычную запись Чтобы меня не кидались говном фанаты Не судите строго Первая все-таки запись вроде бы получилась вполне себе неплохо Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр С вами был Марс До новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok